Ни для кого не секрет, что в современном футболе все вертится вокруг денег. Лучшие игроки выступают за самые богатые клубы и, принося результат, получают от них соответствующую зарплату. Но, как оказалось, это не всегда работает так. Иногда футболист может являться самым ценным в своей команде и получать меньше, чем игрок глубокого резерва. В таких ситуациях футболист обычно предъявляет претензии своему работодателю и ищет новые варианты для продолжения карьеры. Но есть такие, которых все устраивают и деньги для них не являются приоритетом. Мы представляем топ-10 сильнейших футболистов с незаслуженно низкой зарплатой. А перед продолжением предлагаем вам небольшой интерактив. Кто из этих игроков является самым высокооплачиваемым в ЭПЛ? Черкните свои ответы в комментариях. Благодарим! Тео Эрнандес. Милан. Полтора миллиона евро в год. Француз перебрался в Милан летом 2019 года из мадридского Реала. За молодого левого защитника Рассанери заплатили королевскому клубу 21,5 миллион евро. В своем первом сезоне Тео завоевал себе место в основе и постепенно вырос в одного из лучших крайних защитников серии А. Для футболиста, играющего на позиции левого защитника, француз демонстрирует непривычно высокую результативность. За два с половиной сезона в Милане Эрнандес забил 17 голов и отдал 18 ассистов. На данный момент Тео, вероятно, является лучшим игроком в составе итальянского клуба. Но, несмотря на это, футболист занимает всего 13-ю строчку в зарплатной ведомости Милана. Француз получает ежегодно полтора миллиона евро в год. А брат Тео Люка из Мюнхенской Баварии поднимает 10 миллионов 200 тысяч в год. И при этом он не ярко выраженный лидер, как, например, Тео в Милане. Росонери лишь недавно взялись за ум и решили исправить эту несправедливость. Клуб хочет наградить защитника новым контрактом с увеличением оклада в три раза. По новому соглашению Тео сможет зарабатывать 4 миллиона в год. Но француз пока не спешит принимать решение, ведь его услугами сейчас интересуются многие топ-клубы, в числе которых Парис Анжермен. Он наверняка предложит Эрнандесу гораздо больше. Робин Госсенс, Аталанта, 800 тысяч евро в год Футболист стал одним из главных открытий недавно прошедшего Евро 2020. В четырех матчах на турнире защитник смотрелся одним из лучших в составе сборной Германии и набрал 1 плюс 1 по системе гол плюс пас. Место в основе сборной Госсенс завоевал, благодаря своей убедительной игре за Аталанту. Защитник три сезона подряд помогал Бергамаскам финишировать в топ-4 чемпионата Италии. А в сезоне 2019-20 сыграл важную роль в Лиге чемпионской кампании, когда клуб дошел до 1-4 финала и лишь на последних минутах уступил ПСЖ. Робин пробился в основу Аталанты в 2019 году и с тех пор показывал статистику, которой позавидовали бы многие нападающие. В 74 матчах серии А немец забил 21 гол и отдал 14 голевых. Но при всем этом футболист находится лишь на 14-м месте в зарплатной ведомости Аталанты. За календарный год Робин зарабатывает смехотворные по футбольным меркам 800 тысяч евро. Для сравнения, Федор Смолов, играя в РПЛ, получает на 2 миллиона 100 тысяч больше Госсенса. Контракт немца с Аталантой заканчивается через полтора года в июле 2023-го, но итальянский клуб не намерен расставаться с защитником и поэтому желает предложить ему новое соглашение со значительной прибавкой к зарплате. Но на фоне слухов об интересе Манчестера Сити, спортсмена вряд ли что-то другое заинтересует. Тем более, что уже следующим летом Госсенсу исполнится 28, и это будет один из последних шансов заключить жирный контракт. Скотт МакТоминой, Манчестер Юнайтед, 1 миллион 170 тысяч евро в год Спортсмен является воспитанником МЮ и всю свою сознательную карьеру провел в стане манкунианцев, проделав путь от юношеских команд различных возрастных категорий. МакТоминой, наконец, дебютировал за основу в мае 2017 года в выездном матче против Арсенала. За 7 минут до конца основного времени МЮ уступал канонирам со счетом 2-0. Тогдашний тренер манкунианцев Жозе Мауриню решил, ему нечего терять, и выпустил на поле талантливого игрока Академии. МакТоминой удалось произвести серьезное впечатление на португальского наставника. И уже с середины сезона 2017-18 шотландец стал игроком основы, являясь опорником разрушительного плана. МакТоминой идеально подходил для оборонительных задач Мауриню в матчах с топ-клубами. Благодаря своему трудолюбию и работоспособности за 4,5 сезона полузащитник успел провести за Манчестер Юнайтед 107 матчей в АПЛ, где отличился 11-ю голами и двумя ассистами. Но подобная статистика пока не подтолкнула руководство Красных Дьяволов наградить своего игрока новым контрактом, соответствующей зарплатой. Сейчас МакТоминой зарабатывает 1 миллион 170 тысяч евро в год. Это самый низкий показатель в команде. Для сравнения, тот же Антони Марсель, который в этом сезоне практически не выходил в основе манкунианцев, в год получает 15 миллионов. При всем при этом, МакТоминой устраивает его нынешнее положение в клубе и до сих пор не появлялось ни одного слуха о том, что шотландец на что-то жалуется. Свой последний контракт Скотт продлил всего полтора года назад и в ходе переговоров не стал требовать у клуба жирной зарплаты. Один из немногих игроков в современном футболе, для которого деньги не главное. Ферлан Минзи, Реал Мадрид, 3 миллиона 200 тысяч евро в год Футболист перешел в Реал летом 2019 года. Для того, чтобы окончательно вытеснить из основы мадридского клуба легендарного Марсела, французу понадобилось всего полгода. В отличие от бразильца, Минзи был одинаково надежен как в обороне, так и в атаке, чем и заслужил доверие Зенитина Зидана. На данный момент Ферлан провел за команду 86 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Француз остается первым выбором и при Карла Анчелотсе, но при этом зарабатывает вдвое меньше Марсела, который всего 5 раз появлялся на поле в этом сезоне. Зарплата Минзи в Реале Мадрид составляет 3 миллиона 200 тысяч евро в год. Меньше него в клубе зарабатывает только украинский спортсмен Андрей Лунин, чей годовой оклад составляет 3 миллиона. Минзи уже требует от клуба новый контракт, но на данный момент Реал не готов удовлетворить требования игрока. Возможно из-за того, что зарплатная ведомость мадридского клуба чересчур перегружена такими футболистами, как Гаррет Бэйл и Эден Азар, сливочные пока не торопятся повышать зарплату некоторым игрокам. Вполне возможно, что и в ближайшие годы ситуация не изменится. Минзи захочет покинуть Реал и перейти в клуб, который оплатит его труд по достоинству, но это покажет время. Андреа Белотти, Торино, 2 миллиона евро в год Футболист уже 6 лет подряд является одним из лучших форвардов серии А. В настоящий момент на счету итальянца 107 голов и 28 ассистов в 238 матчах за Торино. С 2016 года Белотти активно вызывают в сборную Италии, с которой полгода назад ему удалось победить на Евро 2020. Нападающий уже долгое время находится на радаре у европейских грандов, однако сумма отступных в размере 100 миллионов евро, которые Торино прописал в контракте, всячески отпугивают любых покупателей. Поэтому игрок до сих пор получает заработную плату не совсем ту, которую заслуживает, а именно 2 миллиона евро в год. Хоть Белотти и является самым высокооплачиваемым игроком Торино, если сравнивать с другими элитными нападающими серии А, его зарплата выглядит не такой высокой. К примеру, гораздо менее стабильный Борхо Майораль из Ромы получает в год на 200 тысяч больше, и это при том, что в этом сезоне испанец появлялся на поле всего три раза. Так или иначе, следующим летом у Белотти заканчивается контракт с Торино. Если туринские клубы предложат Форварду новое соглашение, то только с незначительной прибавкой к зарплате. Вряд ли Белотти согласится на подобные условия, учитывая, что скоро ему исполнится 28. Педри, Барселона. 1 миллион 900 тысяч евро в год. В прошлом сезоне еще 18-летний Педри по-настоящему поразил болельщиков своей работоспособностью. В своем дебютном сезоне на взрослом уровне юный полузащитник провел 73 матча за Барселону и сборную Испании, и таким образом умудрился побить рекорд Бруно Фернандеша по проведенным играм за один сезон. Причем в тех матчах испанец не просто отбывал номер, а являлся одним из лучших что в клубе, что в сборной. Но как для основного игрока Барселоны и сборной Испании, полузащитник получает довольно скромный для футбола оклад 1 миллион 900 тысяч евро в год. Еще два месяца назад Педри получал меньше, но когда полузащитник продлил соглашение, его оклад увеличился в два раза. Для сравнения, датчанин Мартин Брейтвит, который является далеко не ключевым игроком Барсы, получает в год 5 миллионов 900 тысяч. Возможно, Педри не стал требовать большую зарплату из-за того, что клуб находится в глубокой финансовой яме. Но если в будущем испанец пересмотрит свое отношение, то изменить ситуацию ему будет крайне трудно. До 2026 года полузащитник может покинуть команду исключительно, если кто-то заплатит за него отступные, которые составляют 1 миллиард евро. Футболист последние два с половиной сезона стал одним из ключевых игроков для Арсенала и сборной Англии. Главный тренер трех львов Гаррет Саутгейт сделал его основным на Евро-2020 и даже доверил игроку пробить решающие пенальти в финале турнира против Италии. Пусть Сака 11-метровый не реализовал, но он принес команде много пользы и сделал важный вклад для выхода в финал. Что касается Арсенала, то болельщики канониров считают его самым ярким игроком последних сезонов. Универсальный англичанин способен сыграть на любом фланге атаки и защиты. За 79 матчей ВПЛ Сака забил за канониров 12 голов и отдал 13 ассистов. Но при всех этих достижениях Букаю зарабатывает в Арсенале в разы меньше футболистов, которые давно перестали показывать свою лучшую игру. Одним из самых ярких примеров было бы сравнение с Калумом Чемберсом, который на данный момент зарабатывает 2 миллиона 900 тысяч евро в год, в то время как годовой оклад Сака составляет 1 миллион 800 тысяч. Чемберс выступает за канониров с 2014 года, но после двух неоднозначных сезонов он каким-то чудом смог остаться в команде, при этом практически не появляясь на поле. Свой последний контракт с клубом Сака подписал еще летом 2020 года. Тогда англичанин не стал требовать у канониров большую зарплату, хотя на тот момент Сака являлся игроком основы. Букаю продолжает играть за Арсенал и даже не жалуется, что Николя Пепе, который сидит в запасе, получает в год на 6,5 миллионов больше. Тем не менее, в конце декабря появились новости, что руководство Арсенала предложит футболисту новый контракт до 2027 года с улучшенной зарплатой. Спортсмен с 2019 года является основным игроком сборной Испании, когда главный тренер Луис Энрике начал ставить его в стартовый состав. Многие не понимали, что в основе сборной делает игрок Сосъедата, когда на его позиции в обойме есть игроки Манчестера Сити и Реала. Дело в том, что Айр Сабаль с юного возраста обладал высоким футбольным интеллектом и являлся одним из лучших в Ла Лиге на своей позиции. Микеле уже несколько сезонов подряд хотят заполучить лучшие клубы Европы, но заработать повышение футболисту пока так и не удалось. В прошлом сезоне в качестве капитана Айр Сабаль помог Сосъедаду выиграть Кубок Испании, забив победный гол в финале против Атлетика Бильбао. Также во многом благодаря 11 голам и 8 ассистам Айр Сабале Баски смогли финишировать на пятом месте в Ла Лиге и попасть в Лигу Европы. В этой кампании дела у команды обстоят еще лучше. Сосъедат делит четвертую строчку чемпионата с мадридским Атлетику и претендует на выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Но в силу своих скромных возможностей Сосъедат не может обеспечить Айр Сабале достойный игрока его уровня зарплатой. На данный момент Микель зарабатывает 2 миллиона 200 тысяч евро в год. Будущее Айр Сабале будет зависеть от результатов этого сезона. Если Сосъедат сумеет финишировать в ТОП-4 и пробиться в Лигу чемпионов, то у клуба еще будет возможность сохранить Микеля. Но если Баски все же не смогут пробиться в турнир, то, скорее всего, Айр Сабале уйдет ближайшим летом в более амбициозный проект, который, в свою очередь, будет готов платить испанцу столько, сколько он заслуживает. Эдуард Минзи. Челси. 3 миллиона 170 тысяч евро в год. Еще 7 лет назад вратарь Челси Минзи был близок к тому, чтобы завязать с футболом в возрасте 22 лет. В 2014-м Сенегалец остался без клуба и жил на пособие. В тот период он то и дело задавался вопросом, а стоит ли ему вообще продолжать? Минзи почти сдался и был настроен бросить футбол и устроиться управляющим в магазин одежды к своему другу. Но буквально в последний момент он получил офер от Марселя, который предложил ему роль третьего вратаря. Спустя 6 лет ему позвонят из Челси и предложат ему место основного голкипера. Для многих тот трансфер казался непонятным. Некоторые считали, что на замену проблемному Кепе пенсионеры должны были приобрести как минимум Яна Облака, но в итоге бюджетный вариант с Минзи полностью превзошел все ожидания. В своем первом сезоне Эдуард выиграл с командой Лигу Чемпионов и по итогу стал лучшим вратарем турнира с 10 сухими матчами в активе. По мнению многих, Минзи должен был получить награду Льва Яшина, которая в итоге досталась Джан-Луиджи Донаруме. Сейчас Минзи является одним из лидеров в АПЛ по сухим матчам и проценту отраженных ударов. Но несмотря на все достижения, зарплата Сенегальца остается одной из самых низких в клубе. За календарный год Минзи получает 3 миллиона 170 тысяч евро, тогда как запасной галкипер Челси Кепа Арисабалага за это время зарабатывает 9 миллионов 350 тысяч. С одной стороны, было бы странно, если бы, придя из Рена, Минзи зарабатывал больше этой суммы. Но с другой стороны, в случае продажи Кепы вряд ли лондонцы предложат Минзи контракт с подобной зарплатой. Душин Влахович, Фиорентино, 1 миллион евро в год. В настоящий момент футболист является одним из самых желанных игроков на трансферном рынке. Следующим летом за сербского бомбардира выстроится очередь из топ-клубов. Всему этому поспособствовала великолепная статистика игрока. За полтора сезона в серии А Душин наколосил 37 голов и отдал 5 голевых передач. Более него за этот промежуток забили только Эрлинг Холланд и Роберт Ливандовский. И это при том, что в январе Влаховичу исполнится всего 22. Но при своих феноменальных показателях Душин получает смехотворные по футбольным меркам деньги. 1 миллион евро в год. Любой элитный нападающий серии А зарабатывает в разы больше. К примеру, 33-летний Никола Калинич из Вероны получает на 100 тысяч больше. Но за тот же промежуток в полтора года Хорват отличился в серии А всего 5 раз. Контракт Влаховича с Фиорентиной заканчивается летом 2023 года. Поэтому игрок может покинуть клуб уже этой зимой. Иначе фиалки рискуют расстаться с сербом за гораздо меньшую цену следующим летом. Главным претендентом на трансфер нападающего является Ювентус, который готов предложить ему годовую зарплату в размере 6 миллионов евро в год. Выступая за середняки, топ-футболисты осознают, что в другом месте они могли бы зарабатывать больше. Но так как возможности простых команд ограничены, для большой зарплаты футболистам приходится уезжать в большие клубы. Поэтому в таких ситуациях есть два варианта уйти за деньгами и трофеями в топ-клуб и при этом финансово обеспечить себя на всю жизнь или же остаться проявив преданность и верить в нынешний проект. Друзья, а какой выбор сделали бы вы в подобной ситуации? Напишите об этом в комментариях. Также можете отметить, какой игрок по вашему мнению является наиболее ценным для своей команды. Заранее спасибо. И до встречи в следующих топах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok